Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Юлия. Вот мне любопытно, часто ли вам приходится работать с людьми с низкой самооценкой? Ну, это одна из самых частых проблем и частых запросов к психологу, на самом-то деле. Да, да, как среди детей, подростков, как среди мужчин и женщин. Скажите, пожалуйста, вот как с этим работать? Вообще, тема повышения самооценки не на короткую дорогу терапии, людям приходится поработать с собой и психологу для того, чтобы вывести ее на адекватный уровень. Не на высокий, а на адекватный. Ну, есть разные техники, которые помогают в моменте где-то осознать, что все хорошо, все безопасно, я со мной, все окей. С чего начинаем? Ну, вот одна из техник, которые я сейчас предлагаю, это техника посмотреть на свою жизнь. Про что это? Соцсети показывают картину иллюзионную, когда все идеально, люди выставляют идеальную свою жизнь, так назовем, или какие-то идеальные отношения и так далее. И при регулярном просмотре соцсетей возникает иллюзия, что у меня что-то не так, я вообще скучную жизнь проживаю. Но на самом-то деле это не так. Вы не проживаете скучную жизнь, это уж точно, поверьте мне. Для этого есть такое упражнение «Дорога жизни». Я предлагаю написать настоящую такую дорогу, нарисовать. Вот с того момента, когда человек помнит вообще каких-то событий своей жизни и написать все-все-все, что с ним происходило, то, что для него было значимо. Это могут быть и первый танец, и, может быть, переезд к бабушке, или, может быть, пошли изучать какие-то курсы, или, наоборот, увольнение с нелюбимой работы, то есть отрицательные пункты тоже. Когда человек начинает анализировать «Ага, у меня, оказывается, столько событий», значимость своей жизни, как правило, увеличивается. То есть такой вот саморефлексия возникает. Какие еще варианты есть? Есть еще такой метод. Я знаю, что очень многие терзают себя о том, что много чего не умеют. Но опять же иллюзия. Кажется, что все везде себя прокачивают. Успешный успех. Нужно быть первым. Нужно быть везде, вообще все преуспевать. Это такая западня. В чем она заключается? У каждого из нас есть уникальные способности. Мы умеем что-то делать хорошо, а что-то можем не настолько хорошо. И здесь очень важно не бежать только туда, где у вас что-то плохо получается. Потому что здесь кроется именно вот это вот злосчастная низкая самооценка. А делать фокус внимания на своих положительных качествах вы будете себя чувствовать намного увереннее, если же будете бросаться туда, где у вас не так хорошо получается. И подытоживающим ставьте себе установки на день. Я сегодня проведу хороший прекрасный день. Я сегодня продуктивно поработаю. Я сегодня и так далее. Это такие аффирмации, когда мы своими мыслями задаем вообще поведение. Это уже никому не секрет в том, что от наших мыслей зависит наше поведение. Положительные установки, такой, скажем, заряд эмоций с самого начала дня, и думаю, что вам поможет и для самооценки также. Обязательно. Благодарю, Ольга. Благодарю, Юля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова